Я прошу его превосходительства продолжить выступление. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги и дамы и господа, в год 70-летнего юбилея ООН важно задуматься о том, какой смысл вкладывали основатели в эту организацию. Организация Объединенных Наций уже решила задачи глобальной исторической значимости. Во-первых, с 70-летий наша планета живет без мировых войн. Во-вторых, проведена широкая деколонализация мира. 70 лет назад ООН была учреждена 51 государством, а большую часть мира тогда составляли колонии и зависимые территории. Сейчас в мировом сообществе 193 независимые страны. В-третьих, ООН стала общемировой трибуной повседневного, трудного, но необходимого всем диалога ради безопасности и развития. В нем человечество осознает свое единство, многообразие и общую сопричастность к судьбе нашей уникальной планеты. Поколение основателей ООН мудро смотрело далеко вперед. И сегодня мир пожинает плоды их начинаний избывшейся мечты. Дамы и господа, Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на восстановление доверия в международных отношениях, укрепление мира и безопасности на основе международного права. С семь десятилетий мировое сообщество пытается найти формулу эффективного решения военных конфликтов, но их не становится меньше. Они обретают более изощренные формы, такие, как международный терроризм, ставший результатом разрушения государственности в отдельных странах. Человечество должно перейти от рутинного предупреждения и преодоления последствий войн и конфликтов к новой стратегии развития, которые бы делали их бессмысленными. Для этого нам надо смело заглянуть за горизонт времени и увидеть мир, когда ООН исполнится сто лет. Я убежден, что в ближайшие 30 лет земная цивилизация найдет в себе мудрость и волю разрубить Гордиев узел, воин и конфликтов. В 21 веке центральной задачей человечества должна стать реализация стратегий, навсегда избавляющей мир от угрозы войны, как таковой и устраняющей их причины. Для этого предлагаю к столетию ООН разработать план глобальной стратегической инициативы 2045. Ее смысл – придать миру новый тренд развития на основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также всеобщей ответственности за развитие человечества. Первое. Я предлагаю преобразовать экономический и социальный совет ООН в совет глобального развития. В его состав могли бы входить, наряду с избираемыми Генеральной Ассамблеей ООН государственными участниками, все руководители специализированных учреждений ООН на совет должны быть возложены функции глобального экономического регулятора. Реализуемые советом общемировыми проекты могли бы стать точками глобального экономического роста. Это поможет существенно снизить риск глобальных кризисов, а также обеспечить ответственное поведение государств в вопросах национально-экономической и социальной политики. Весьма актуальной представляется идея всемирного антикризисного плана, проект которого активно обсуждается на полях Астанинского экономического форума. Актуальные вопросы мировой повестки дня, терроризм, разрушение государств, миграция и другие негативные явления являются последствиями экономического кризиса, бедности, безграмотности и безработицы. Борьбу с глобальным кризисом необходимо начать с наведения порядка эмиссии и обращения новых резервных валют, которые сейчас не отвечают критериям законности, демократичности, конкурентности, эффективности и международного контроля. В 21 веке миру нужны финансовые инструменты нового качества. Необходимо объединить усилия стран-членов ООН по разработке наднациональной мировой валюты, отвечающей целям и задачам глобального устойчивого развития и процветания. Второе. В год 70-летия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки призываю сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в 21 веке. Предлагаю принять всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Мы первая страна в истории, закрывшая ядерный полигон и отказавшаяся от четвертого по величине ядерного арсенала, а также создавшая безъядерную зону в Центральной Азии. Необходимо создание безъядерных зон и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Ядерные державы должны предоставить гарантии неприменения силы всем отказавшимся от обладания ядерным оружием странам. В 2013 году мы инициировали проведение в Алматы двух раундов переговоров по иранской ядерной программе. Приветствуем подписание всеобъемлемущего плана действий по ядерной программе Ирана. Сегодня необходимо гарантировать право государств на мирный атом и дискриминационный доступ к ядерному топливу. Именно поэтому мы поддержали и подписали соглашение о создании Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Республике Казахстан. Это событие глобального масштаба. Мир должен оценить его как важнейшую меру безопасного и мирного использования атома. Теперь для стран, желающих развивать атомную энергетику, нет необходимости самим обогащать уран. Важной задачей видится создание глобального антиядерного движения. Каждый человек на планете может и должен внести свой вклад в запрет ядерных испытаний. Третье. Опасный вызов представляет эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов. Важно помнить, что устав ООН был написан кровью миллионов жертв мировых войн и вооруженных конфликтов. и любое нарушение его статей, в частности, об обеспечении суверенитета и территориальной целостности государств, ведет человечество к повторению трагических ошибок прошлого. Необходимо исключить произвольное применение санкций как противоречащее уставу ООН и норма международного права. Убежден, что право применения международных санкций, влияющих на благополучие миллионов людей, должно оставаться исключительной прерогативой Совета Безопасности. Несоблюдение этого принципа подрывает основы современного миропорядка, является рудиментом холодной войны. Хотел бы подчеркнуть безальтернативность ООН в качестве универсальной организации. Соблюдение странами своих международных обязательств остается краеугольным камнем современного миропорядка. Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и полное выполнение Минских соглашений и конфликтующими сторонами. Сегодня необходимо приложить максимум усилий для восстановления диалога, взаимопонимания и доверия в международных отношениях. Для этого предлагаю в 2016 году созвать Международную Конференцию ООН на высшем уровне, призванную подтвердить базовые принципы международного права. Четвертое. Глобальный масштаб приобрела угрозы терроризма и религиозного экстремизма. Предлагаю учредить под эгидой ООН «Единую мировую сеть противодействия международному терроризму и экстремизму». Для реализации этой задачи необходимо разработать и принять всеоблемующий документ ООН по борьбе с терроризмом. В поддержку инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» в 2017 году в Астане состоится всемирная выставка Экспо на тему «Энергия будущего». Приглашаем все государства к участию в подготовке и проведении выставки. Глядя в будущее, на основе инфраструктуры выставки Экспо-2017 предлагаю открыть в Астане Международный Центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Уважаемые коллеги, первоочередным шагом по реализации плана глобальной стратегической инициативы 2045 могла бы стать разработка под эгидой ООН концепцией новое будущее. Необходимо четко определить задачи нового этапа в развитии человечества спустя 70 лет после создания ООН. Нью Фьючер это ядерная энергетическая водная и продовольственная безопасность доверия взаимопонимания и реформы. Казахстан прилагал и прилагает посреднические усилия к примирению конфликтующих сторон в регионе Евразии. Указанные направления и принципы лежат в основе выборной кампании Казахстана на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 17-18 годов. призываю всех участников 70-й сессии поддержать кандидатуру нашей страны. Дамы и господа, 70 лет назад, когда вместо неработающей Лиги наций в Женеве создавалась ООН, было решено разместить ее штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это было связано с тем, что в то время возросла роль западного полушария в международных делах. Центр развития мира переместился из Старого Света в Новый, из Европы в новую точку глобального роста в США, Нью-Йорк. С тех пор многое изменилось и мир стал иным. В 21 веке Центр развития смещается в Азию, самый большой континент мира, где живет 2,3 части населения планеты сосредоточены огромные ресурсы. Мощный рывок развивающихся экономик Азии обозначил новую реальность в глобальных процессах. Важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям государств с учетом этого процесса. Казахстан, Бреккен Луктар имен штаб патерин Азия к кёсу лимаселес нэсс поэтому предлагаю подумать о переводе штаб-квартиры ООН в Азию. Выражаю надежду, что инициативы Казахстана будут приняты сообществом наций. Благодарю за внимание. От имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Республики Казахстан за его выступление. Прошу представителей оставаться на своих местах, пока мы приветствуем господина президента. Продолжение следует...